Вчера в типичном Одинцово в 16.30 была опубликована новость о том, что в Одинцовской женской консультации на улице Говорова врачи используют при осмотре одни и те же одноразовые перчатки. На телеканале Одинцова неоднократно выходили сюжеты, программы с участием специалистов женской консультации. Мы неоднократно отправляли съемочные группы, рассказывали о новом оборудовании, новых технологиях, которые применяют врачи. И сегодня мы хотим снова отправиться в женскую консультацию, чтобы доказать, что все это фейк. Судя по комментариям под этим постом, данная информация возмутила не только нас, но и других жителей пациентов Одинцовской женской консультации. Давайте разбираться пошагово. Одинцовская женская консультация – это устоявшийся бренд со знаком качества. Здесь работают настоящие профессионалы. Именно они находятся на страже женского здоровья. К автору статьи о многократном использовании одноразовых перчаток в одном из Одинцовских пабликов много вопросов. Например, почему он пожелал остаться анонимным и разместил всю эту информацию в соцсетях, а не обратился напрямую к заведующей женской консультации Ларисе Владимировне Бархатовой? Или не позвонил на горячую линию главного врача Одинцовской областной больницы? Или не обратился в Минздрав Московской области? Он пожелал остаться анонимным. А это значит, что либо новость фейковая, либо это просто заказуха. При входе к каждому пациенту напоминают о мерах безопасности и социальной дистанции. Маски и бахилы – обязательное условие посещения лечебного учреждения. В женской консультации оживленно, да и как иначе. Учреждение – одно из лучших не только в округе, но и регионе. Сюда стремятся попасть многие. Никому не отказывают в помощи. Я возглавляю это все с 2005 года. За эти 15 и больше лет наша консультация расцвела. Я слышу только положительные отзывы. И я вижу, какая наша консультация, начиная с чистоты и заканчивая всем оборудованием. То есть у нас и обследованием, и оборудованием, и обследованием. Сейчас нет ни одного пункта, который предусмотрен министерством и приказами для обследования беременных или гинекологических женщин, которые бы мы не выполняли и не делали бесплатно. Мы все делаем, все, что положено, все делаем бесплатно. Тереза Микаэлян из Москвы, но живет в Одинцово. К Ларисе Владимировне попала случайно еще в свою первую беременность. Со вторым ребенком не раздумывала. Только к Бархатовой. Статью в паблике прочитала. Информацию опровергает. С такими фактами не сталкивалась ни разу. Ну, если бы я такого заметила, я бы не пришла со второй беременности сюда на консультацию. Я такого не замечала. Все всегда чисто, стерильно. Тот факт, что у нас постоянно много людей пытаются попасть именно к нам, ну, наверное, у нас хорошо. Наверное, у нас, наверное, это показатель того, что мы делаем все правильно. Ну, а то, что написано, ну, пусть это будет на их совести. Чтобы подтвердить или опровергнуть информацию в паблике, мы случайным образом выбираем кабинет и заходим. Везде идеальная чистота. Пациентки уверяют, здесь так всегда. Именно поэтому, однажды попав к врачам женской консультации, остаются с ними навсегда. Врачи принимают хорошо. И персонал спокойно со мной, говорят, спокойно, вежливо, на все интересующие вопросы отвечают. Мы проходим в смотровую, в перчатки, с запасом. Да и все материалы, перебоев с этим нет и никогда не было. Для меня всегда существует несколько моментов. Первый – это презумпция невиновности, пока не доказана. Вот это тоже очень важно. Прошла буквально сразу же по сигналам в социальных сетях, прошла внутренняя проверка. Внутренняя проверка фактов не подтвердила. Мы с вами являемся внешним источником информации. Мы точно так же с вами, с представителями средств массовой информации, пришли в эту организацию, в нашу женскую консультацию для того, чтобы посмотреть, убедиться, либо в факте, либо в том, что этот факт извращен. И ситуация, ну, бытовым языком, она просто непорядочная. Она непорядочная. Она дестабилизирует вообще непростую ситуацию здравоохранения. Итак, перчатки в наличии. Все использованные материалы утилизируются незамедлительно. Мы подтверждаем, что в Одинцовской женской консультации дефицита одноразовых перчаток нет. Для Анны это первая беременность. Девушка вышла на финишную прямую. До встречи с малышом остались считанные недели. Сегодня Анна получила родовой сертификат. Чувствует себя хорошо. А если что-то будет беспокоить, знает. На помощь придет любимый врач Лариса Владимировна Бархатова. Вообще выбор был случайный. То есть меня прямо записали к ней на первый прием. Повезло, потому что многие спрашивают, как получилось к ней записаться, так как она заведующая. Вот, очень довольна, очень внимательный врач. Всегда все четко по времени принимает. Вот, в общем, в восторге. Коллектив женской консультации устоявшийся. Многие работают тут десятилетиями. Молодые специалисты тоже есть. Для них учреждение уже давно стало вторым домом. Сюда пришла поработать, ну, если честно, буквально на годик. Ну, не могу отсюда уйти. Мне здесь нравится. У нас очень хороший коллектив. Приходят беременные из других районов, из других городов и прям хвалят нас. Нравится им наша женская консультация. Пациенты довольны созданными условиями в женской консультации. Они доверяют врачам свое здоровье. Ни одного факта, подтверждающего слова автора статьи в паблике, нам найти не удалось. Причатки в избытке, все меры безопасности и гигиены здесь строго соблюдают. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.